Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена. Ну вот и пришла она настоящая зима. Правда, снега еще маловато, но уже установилась настоящая такая зимняя морозная температура ночью до минус 10 градусов. Долгота дня также продолжает уменьшаться, а кроме этого интенсивность освещения дневного также падает. И наступает очень неблагоприятное время для наших фиалочек. И поэтому хочу сегодня напомнить вам основные риски, которые нам необходимо минимизировать, чтобы наши растения не болели, а чувствовали себя прекрасно. Во-первых, надо, конечно, защитить растения от холода. Для этого можно использовать любые подручные средства. Если ваши цветочки растут на подоконнике, обязательно подложите что-нибудь. Или картон, или, например, поставьте горшочек в дополнительный горшочек, чтобы не остывал ком земли. Также вот у меня лежит, можно использовать вот такой вот строительный изолятор материал. А можно вообще купить лист картона, лист пенопласта и также подложить его под растение. Сейчас вот на этом подоконнике у меня 22 градуса. Во всей квартире температура примерно одинаковая. И на другом подоконнике, там где вот нет такой подложки, 18. Так что, понимаете, 4 градуса много значит для растений. Конечно, если вы захотите проветрить комнату, то фиалки будет самым лучшим выходом убрать с подоконника, чтобы они не подвергались воздействию именно потоков морозного воздуха. Потому что воздух не сразу успевает перемешиваться с воздухом в квартире и будет поражать растения. На листочках могут появиться разные темные пятна. Серединка растения начнет забиваться, листочки мельчать. И вообще растение будет выглядеть от такого плохо. А происходит это потому, что возникают проблемы с корневой системой. Так как мы знаем, что внешний вид растения определяется его состоянием корней. Все мы замечали, что если у здорового растения листочки блестящие, красивые, то если мы видим вот такие вот тусклые листочки, значит растение уже страдает. Вот я пересадила это растение из-за того, что оно вовременем пересадило. И корневая система, вот видимо, начала плохо впитывать и питательные вещества, и воду. Было переохлаждение. И видите, центр начал забиваться, листики потускнели. Вот пересадила эту фиалку в свежий грунт. Вот выхаживаю потихоньку. А почему? В чем еще риск именно зимой? Вот такого вот положения вещей, проблемы с корневой системой. Потому что плохо еще действует на фиалке недостаток освещения. Все процессы замедляются. И корневая система, она замедляет, теряет свою такую активную всасывающую способность. И, соответственно, не успевает усваивать привычный объем воды. Поэтому, конечно, очень хорошо будет сделать фиалочкам дополнительное освещение. Это можно устроить не только на стеллаже, но и на подоконнике. Вот здесь я поставила, видите, как такой вот небольшой штативчик, на который установлена лампа. Так, сейчас я выключу. При дополнительном освещении и нормальной температуре без охлаждения, конечно, растениям будет легче. Но не забываем, что везде нас подстерегают всякие сквознячки. И, в принципе, зима физиологически влияет на растения. Поэтому очень важно обратить внимание на полив. Вчера уже на канале было видео о трех полезных советах, которые помогут вам в зимнем уходе за фиалочками. Кому интересно, можете зайти по ссылочке в описании и посмотреть. Но хочу еще раз проговорить, что очень важно не переливать растения в это время. То есть мы тщательно следим, когда мы поливаем, когда просохнет стаканчик. Не даем не пересыхать. И в то же время не переливаем. Растение пьет медленней, меньше, в прохладную температуру без освещения. Но даже и с освещением, и в более теплую, если мы подложили, то, тем не менее, физиологические процессы зимой все равно замедляются. Поэтому тщательно следим. Светильного полива зимой на подоконнике лучше снять, поставить фиалочки и поливать их в поддон или сверху. И не наливать сразу много воды. Потому что фиалочка, если не справится, то это перевлажненный грунт, он быстрее остывает, корешки начинают загнивать. Соответственно, вода уже не поступает. При влажном грунте начинает вянуть листья. Некоторые начинают подливать еще. Хотя здесь вопрос не в том, что ей не хватает влаги из-за того, что сухой земляной ком. А из-за того, что она просто под гнившими корнями не может впитывать в себя эту влагу. Поэтому поливаем в первой половине дня, чтобы за время светового дня фиалка смогла выпить воду и грунт уже не был таким влажным. Дальше обязательно поливаем слегка тепленькой водичкой по краю горшочка, чтобы не попадала вода в серединку. И при поливе мы можем добавить для профилактики всех этих гнилей 1 грамм на литр фитоспорина. Делаем мы это не при каждом поливе, но раз в недельку, раз в две недельки можем эту процедуру провести. Это ни в коем случае не повредит, а очень даже поможет. Так, кроме фитоспорина, который поможет нам от загнивания профилактических целей, мы можем также использовать препарат HB-101. Вот видите наши помощники зимой фитоспорин и HB-101. Вот если фитоспорин мы добавляем 1 грамм на литр, то в другой полив мы можем взять HB-101 2 капли на литр и полить это растением. Антистрессовый препарат просто поможет фиалке лучше справиться с негативными воздействиями в зимнее время. А вот удобрять фиалки зимой стоит очень аккуратно. Если в такой вот в обычный весенний, в летний период времени, в процессе роста, цветения, мы удобряем растения раз в две недельки, а если это фитильный полив или у нас такой метод при каждом поливе микродозами, то зимой это делать не надо. Уменьшаем дозу и обрабатываем с удобрениями уже где-то раз в три недельки, раз в месяц. Ну декабрь вообще можно пропустить, потому что световой день, если нет подсветки, то не надо излишняя стимуляция делать растением. Ну а если ваши растения растут на стеллаже, тут еще добавляется один из негативных факторов, такой как сухой воздух. И кроме этого, если батареи у вас очень жаркие, то перелив при сухом воздухе и высокой температуре также будет вредить фиалкам и провоцировать загнивание корней. Поэтому вот весь уход, который я перечислила, им тоже не повредит. Обращаем внимание на полив как очень важный фактор зимнего ухода и в принципе ухода за фиалками. Полив очень важная составляющая и уберегаем от сквозняков, так как и излишне сухой жаркий воздух, плюс вот эти сквозняки. Конечно, фиалка, бедная голова у ней закружится, то холод, то жар и будет ей очень трудно адаптироваться. Кроме этого, если ваши фиалочки растут на стеллаже, то с сухим воздухом вам помогут справиться вот такие небольшие емкости с камешками. Или просто можно поставить емкости с небольшим количеством воды, которая будет в теплом воздухе испаряться и создавать дополнительную влажность. Мои фиалочки растут на стеллаже, на подоконник я их поставила для наглядности, чтобы показать вам. Ну, конечно, как и при укоренении, для роста фиалок наша задача создать наиболее благоприятные условия, минимизировать все возможные негативные факторы. И тогда, конечно, даже в зимнее время, как и в любое другое, мы сможем любоваться цветением, сможем размножать растения и радоваться. Ну, а сейчас всем пока! До новых встреч! А, кстати, напомню, что в описании я оставлю ссылочку на подборку, где есть много подробных видео о зимнем уходе за фиалками. Всем пока!